Жители Северского района проголосовали на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов Совета муниципального образования. В Азовском, Сельском, Черноморском городском поселениях избрали главу. Пандемия в связи с коронавирусной инфекцией диктует свои правила. А потому выборы в этот раз проходили с 11 по 13 сентября. У жителей было три дня, чтобы выразить свою волю и проголосовать за своего депутата. По рекомендациям Роспотребнадзора на всех избирательных участках действовали определенные правила. На входе избиратели проверяли температуру и выдавали средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Еще одно новшество – одноразовая ручка для заполнения бланков. Ее после воли изъявления можно было либо выбросить, либо забрать себе. Паспортные данные голосующие показывали соблюдением дистанции в полтора метра. «В поселении проходят три избирательных кампании. Это выборы губернатора Краснодарского края, выборы депутатов Совета муниципального образования Северский район и досрочные выборы главы черноморского городского поселения. Голосование проходит в рамках законодательства, все нормы соблюдаются. Также соблюдаются требования Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На входе каждого избирателя измеряют температуру, обрабатывают руки, предлагают надеть маску, перчатки и предоставляют одноразовую ручку для проведения голосования. Выборы – это очень значимое событие в жизни нашей страны и считаем, что необходимо каждому избирателю, каждому гражданину нашей страны, достигшему 18-летнего возраста, принимать активное участие в выборах, так как голос каждого человека очень важен, а от каждого жителя нашей страны зависит, каким будет будущее нашей страны, каким будет будущее наших детей и внуков. Единый день голосования совпал с Днем образования Краснодарского края. В честь этого на избирательных участках хорошее настроение дарили танцевальные и музыкальные коллективы района. Все избирательные участки закрылись в 20.00. Начался подсчет голосов.